Продолжение следует... 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 Субтитры подогнал «Симон» Ну-ка, давай. Счастливо. Субтитры подогнал «Симон» 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 Что рисуем, мужики? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Так что, если я воду за уши, то только по расчету. Наверное, это самое разумное. Это мамин коллега невропатолог. Я ему статью помогаю переводить из английского журнала про психоз. Ну, ты иди, Валер. Ну, я не хочу, чтобы вы знакомились. А я тебе позвоню как-нибудь. Ну, чай ж-то вы, мужики, хорошо ж было, чайка-то. А мы таких сто можем нарисовать. Да? Да? Сто. А я не одна. Товарищи, слово предоставляется товарищу Клеменко. Товарищи, я буду говорить от административного аппарата. Новое время требует нового отношения к делу. Мы должны серьезно отнестись к данному мероприятию, провести выборы директора на высшем уровне. Нам доверили самим выбрать себе руководителя. Это знак обновления, плюрализма и демократии. Кончай лить воду. К делу. Да, действительно, давай по кандидатурам. Вы хоть за кого аппарат? Тихо, тихо, товарищи, тихо. Товарищи, мы много лет знаем товарища Тарабанова, Василия Васильевича. И хотя он, так сказать, в годах, ну, я думаю, он еще потянет несколько годочков. Я лично поддерживаю кандидатуру товарища Тарабанова. Да, выступи против Тарабанова, он пройдет, потом сожрет с потрохами. А выступи против Михеева, та же музыка получится. Очко-то не железное. Кто еще хочет высказаться по кандидатам, товарищи? Товарищи выборщики, с вашего позволения, мне надо спуститься в кабинет. Министр на проводе. Нет, выбор, дело серьезное. И министр подождет. Ну что ж, воля народа для меня закон. Продолжайте. Высказывайтесь, товарищи, смело, откровенно, по-деловому. Слово мне. Давай, Ивашенко. Тарабанова мы знаем давно. При нем все как было, так и будет. Михеев, мужик, ничего. Только, как сказать, да обещать-то можно много. А третий вообще кот в мешке. Лично я, лично я, за то, чтобы директора назначило министерство. Министерство назначен? Оно и спросит. А я такого директора буду уважать и бояться. Потому что он номенклатура. А шо, не знакомо такое слово? Люди хотят иметь хозяина. А шо, без хозяина люди работать не будут. Понятно. Кто еще хочет высказаться? Товарищи. Слово товарищу Сапогину. Если вы думаете, что я шибко выступать люблю. Нет, ну, конечно, выступал. И председательствовал, представлял, поддерживал с чувством глубокого удовлетворения. Наш анекдот про это был. Что у советского человека новое чувство открыли. Чувство глубокого удовлетворения. Давай по существу. Да я вроде по существу. Вот, Ивашенко тут говорил, что ему вроде бояться надо. Да неужели ж мы еще не набоялись, товарищи? Неужто ж не надоело, а? Ну, ты-то, Александр, положим, никогда не боялся, а? Да не обо мне речь. Вот, Ивашенко говорит, хозяин. Ну, да, внушали нам, что рабочий человек, это, мол, хозяин страны. Ну, вот, хозяин завода. Это как-то можно понять. На заводе я могу что-то улучшить, ухудшить, если делать ни хрена не буду. Но вот как хозяин завода... Давай, Сапогина, в директора! Будешь хозяином страны? А он не пойдет. Он и так больше директора зарабатывает. Да не в зарплате дело. Каждый должен заниматься своим делом. Если я что-то соображаю с несколькими станками, это не значит, что я могу людьми руководить. А мы вот тут прослушали три программы. И я лично считаю, что программа товарища Михеева самая жизненная. И вот так вот заводу нашему необходимо. Потому что заводу надо жить, заводу надо развиваться. Ну, вот вроде у меня... А если кто, как Ивашенко, считает, что нам номенклатуру надо, чтобы ее бояться, давайте пригласим номенклатуру, будем бояться. Ты сам-то за кого? Как я вроде сказал, за Михеева. Я слышал, ты с дочкой Сива, да? Ну, а как же. Только директорская дочка, не меньше. Молодец. Ну, молодец. Ну, что, митропавлович? Михеева. Михеева. Значит, Михеева? Выходит, значит, за Михеева. Внимание! Передаю результаты прошедших выборов на пост директора завода. Выборщикам было выдано 500 бюллетеней. При вскрытии урны обнаружено было 500 бюллетеней. Испорченных не оказалось. При подсчете голосов обнаружено. Товарищ Смур за 20 против 400 урл. Товарищ Тарабанов за 165 против 351. Товарищ Михеев за 311 против 189. Большинством голосов директором завода избран товарищ Михеев Николай Савельевич. Значит, Михеев. Посмотрим. Народ безмолвствовал. Надоело ликовать. Так, все за работу. Нашел где глубже. Не в этом дело. Ухожу и все. Надоело в грязи ковыряться. Насчет грязи он прав. На жаребную администрацию. Может, и ты подашь заявление? Разбегусь. Андрюха, пойдем. Я грязи не боюсь. Просто это не моя работа. Да втянешься. Я вон совсем отвык. А пришел, как не уходил. Не втянусь. У меня от этой работы ничего, кроме усталости. Никакого удовольствия. Смотри, какой приятный. Это ж не баня. Это завод. Сюда ходят деньги зарабатывать. Пожалуйста, подпишите. Да подпишите ему это заявление без отработки. И пусть катится невелик специалист. На, катись. Вот так вот, Славик. Никита. Баловали мы их. Просто так они работать не хотят. Только с удовольствием. А я в 14 лет как встал к станку, так и не отошел. Слышь, вот тебе и удовольствие. Удовольствие. Да погоди ты. Ну погоди, тебе говорят. Да постой ты. Ну что ты? Мне ничего не сказал. Я тебе должен что-то говорить. Все-таки. Сразу видно, что ты на флоте не служил. Ну что, обидел кто? Никита меня не обижал. Просто ухожу и все. Ну что, заработком недоволен? Ну я пойду сейчас к Митрофанову. Поговорим. Даст другую работу. Ну ты объясни по-человечески. По-человечески? Хорошо. Не мое это, понимаешь? Чужой я здесь. Не понимаю. Потому что ты здесь свой. Вот и не понимаешь. Да погоди. Какой к черту свой? Мне вон год прокантоваться, и надо идти что-то другое искать. Что тебе искать-то? Ты руку убери. Убери руку. Извините. 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 Валера! 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 О чем мы говорили с Гордей? Ну не может быть, что он просто так взял и уехал. Мама, ну сколько можно? Мама! Ну что ты встала? Пойдем. Пойдем, пойдем, пойдем. Понимаешь, мне очень важно знать. Очень важно знать. Если ты его обидел. Мама, тебе надо лежать. Понимаешь, лежать. Пойдем. Я сон видела. Мы с отцом в лодке катались, а Гордей на другом берегу. Все, мама. Пойдем. Ну-ка, ложись. Вот так. Ну, мам, ну все. Не киснет. Не киснет. Ну и хорошо. Поздно вчера вернулся. Да нормально. Посидели с ребятами в баре. Лежи. Ты, кстати, внуши старику, чтобы он не притеснял. Какому старику? Да отцу. А то он выступает, а я что, маленький, что ли? Два выходных. С ума сойти. Скорей бы на работу! Валера, Валер, эй! Валер, привет, старик! Привет. Все надо. Ну что, ты еще бегать не бросил? Бросил. Надоело. А то побежали с нами. Нет. А чем занимаешься? Ничем. А чем думаешь заниматься? Да ничем. Смой. Какой. Валера. 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 Мама. Ты что, мама? Плохо, да? Плохо? Потерпи. Я сейчас скорую. Нет, не надо, не надо. Сейчас. Отпусти. Отпустила. Что тебе дать? Что дать тебе? Сейчас, отец. Он знает. За заказом. Пошел. Я поспугалась. Лучше тебе. Ага. Тебе правда лучше. Да. Эх, мама. Что ж ты сразу-то не позвала? Я ж рядом был. Сыночек. Надоело все это. Я и так уж замучила вас. Два, три, четыре. Все в порядке? Ваш же заказ. Спасибо. Милости просим. Спасибо. Всего доброго. Алло. Есть, есть. Подъезжайте. Я вас приветствую. Здравствуй, Алешка. Здравствуйте. О, здравствуй, Александр. Приветствую. Ты что, уже отоварился? Да вот. Ты подожди меня там. Ага. Как Светлана? Да неважно лежит. Ну, я подожду. Да, да. Такс. Ваша фамилия? Все. Все. Из списка вычерпнули. Как там? В момент. Не включен, не протягивай лапу. Был директором. Был. Бюро обкома. Был там, был сам. Пожалуйста. А сейчас дуль у тебя, Василий Васильевич. А ну, пойдем сейчас. Да ты что? Ну, по старой памяти, может, попросим. Вась, ну. Да кто-то, да боже, тебя упаси. Ты что, Саша, не положено. Я же теперь, как все, а здесь всем не дают. Давай-ка. Давай-давай. Чего унижаться-то будем? Саша, 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 ну, спокойно. Ну, что? Мать-то. Саша. Пойдем, Вась, отсюда. Пойдем, прошу тебя. Саша. Александр. Здрасте. Здрасте. А Светлана Николаевна здесь живет? Здесь. Понавестить можно? Вот что, вы пока подождите здесь, я сейчас. Там к тебе пришли из школы, девочки. Сказать, что пошли? Ой, что ты, Валерочка? Девочки из школы. Что ты? Я их так, я их так ждала. Ты их займи пока чем-нибудь. Проводи большую комнату, а я, я сейчас. Ладно, не суетись. Пошли отсюда. Пошли отсюда. Сиди. Ну, пошли. Сядь спокойно. Ну, пошли. Да что такое? Прекрати сейчас. Ну, пошли. Пошли отсюда, ваших вонючих яблок. Ведите-ка себя прилично. Не на дискотеку пришли. И вообще, как вы одеты? Школьница называется. Что это за прическа? Это? Взрыв на макаронной фабрике. А что, тебе не нравится? Я тебя с этим взрывом к матери не допущу. Ясно? А тебе-то что? Не к тебе же пришли-то. Да? Здравствуй, Валер. Это я. Мне очень надо увидеть тебя. Ты не мог бы выйти во двор? Я занят. Здравствуйте, товарищ Николаевна. Здравствуйте, девочки. Саня, смотри по высшему сорту. Ой, ну что вы, понемножку. Да, понемножку можно. Можно, пожалуйста, две бутылочки пива? Товарищи, пиво только с шашлыка. Цэ дороговато. Сначала, конечно, обидно было. А потом подумал. Александра ведь правильно. Вот говорят, перестройка, перестройка, перестройка. Чувствую, не понимаю, что делать, как, зачем. Только вид делал. Так что я не в обиде. Ну, пусть они. Делают, как хотят, как знают. Я этого не понимал, теперь же не пойму. Ты вот помоложе, ты, может, поймешь, куда все гонится. Ой, Васильевич, да я ж ни хрена ж не понимаю. Не, ну, понимаю, конечно, что уже заехали, дальше некуда. А вот как выезжать-то куда? Знала б, что у вас плохая заварка свою бы принесла. Со слониками. А ты чего такой грустный? Неприятности в личной жизни. Можно подумать, ты что-то понимаешь в личной жизни. У тебя как завтра со временем? С четырех свободен, а что? У меня бабуля в Индию подалась, в круиз. Я у нее цветочки поливаю. Приходи, я музод захвачу. Крутой концерт. Брысь отсюда, козевка. Ну, ты прям как с куста. Ну, ты прям как с куста. Ты ж рассказывал, пацаном бы как был. Церковь нашу громили в селе. А этот сторож, он и звонарь был. Евсей. Сидит да плачет. Я его спрашиваю, ты-то чего воин? Тебе-то какого рожда терять, а кроме оцепей? Ты ж пролетарий у нас. Вас, говорит, дураков жалко. Нас дураков. Саня, вот тут ты не прав. Мы свое выдали, мы знали, что делать, что людям говорить. Мы, понимаешь, честно служили партии народу. Ну, что ж, ну, посмотрим теперь. Теперь вот пусть они демократичные, классные, без ошибок, со своим плюрализмом. Слушай, это что ж, два рубля сто грамм? Ну? Это что ж получается? Килограмм-то двадцать рублей выходит? Выходит. Так ведь государственная цена два рубля килограмм. Он ж наверняка в магазине брал, спекулянт. Как-нибудь не на базаре. Перестроились. Кузя ногу сломал, теперь в гипсе лежит. Да вы представляете, демча бровяги нарисовали. Выпустили, но все равно нет по поведению будет. О чем по литературе-то, Нонькова? Интересно. Ну что, девочки, еще чай? Да нет, спасибо. И что еще на это? Сегодня Таня Васильевна анкету дала. Наши комсомолы. Спрашивают, что нас не устраивает в нашем классе. В работе комсомола. Ну что, переделись сочинения по литературе пишем на эту же тему. Можно материалы подбирать. Отлично. Попил? Не хочу я ваш вонючий чай. Еще раз скажешь вонючий, я тебя выкину в окно. Понял? Понял. В каком классе учишься? В десятом. Ты у кого врать научился? У Катьки. А Катька? У мамы. А мама? У папы. А папа у кого? Папа на работе. Привет. Привет. Ты где был-то? Да. А что, это гости у нас, что ли? Девчонки из маминого класса. Ага. Как я понял, из их разговора ты в школу ходил? Просил, чтоб навестили. Зачем унижался? Ты думаешь, они ценят ее, эти телки? Так, мероприятие для Галочки. А она верит, между прочим. Валера, людям напоминать надо, что они хорошие. А то ведь забудут, начисто. Ты куда? Куда-нибудь. До свидания, Светлана Николаевна. Вам еще зайдем? Конечно. Приходите. Мы сейчас с тобой будем приходить, каждый день. Очень хорошо, буду рада. Ну ладно, до свидания. До свидания. До свидания. Тебе, зачем здесь? Валера. Валера, ну подожди, мне поговорить с тобой надо. Что? Ну что? Я не могу так больше. Ты знаешь, этот Юра, да, его Юрой зовут. Ну? Ну что, ну он вполне соответствует маминам представлениям. А я, ты знаешь, я как представлю, что мои дети могут быть похожи на него. Ну, пожалуйста, ну не сердись на меня, Валера, а? Ладно, ну дура я. Ну не злись. Что я ненавижу больше всего, так это предательство. Чтобы меня не предавали, не лгали. Валера. Все. Валера. Валера. Я все равно буду ждать твоего звонка. Успокойтесь, успокойтесь. Сейчас приедут машины пожарные. Ну, машина какой-то. Сколько это может продолжаться? Машину обещали, обещали, что приедет. Где ж она? Не пожарных, ничего. Привет. Привет. Че, не узнаешь, что ли? Ну, матрос с севера, Валера. Ну, ты подвози у меня на корабельную. Бензин кончился, тачку толкали вместо тобой. А, да-да, привет. Что делают, подонки, а? Да. А ты куда собрался? Да, я не знаю. Прогуляться. Может, вон, в кино схожу. В кино? А что там показывают? Там итальянское что-то. Говорят про мафию. Пошли. Про мафию. Детский сад по сравнению с нашими. То есть? Ты что, газеты не читаешь? Ну, как? Некогда. Вообще-то читаю. Слушай, поехали с нами? Поехали. Куда? Да тут на дебаркадере у нас в общаге кое-какие ребята собираются. Поговорим, послушаешь, посмотришь. Поехали? Поехали. Познакомься, это Витя. Валера. Виктор. Так, Виктор. Вора двадцать первого. Давай. Вор. Доказательства. Какие доказательства? Мне на лбу все написано. На лбу это не доказательства. Ну, хорошо. Сыну своему, подонку, наркоману. Сразу копиратив и машину. Богатенький, Буратино. От армии откупил, тоже говорят. Недешево справочка-то стоит. Богатенький, Буратино. Жена помешана на бриллиантах и имеет их. И что это все на эту зарплату? Богатенький, Буратино. Может, наследство? Безродный он. Нет у него, родни, нет наследства. Он ненавидит все вокруг. Он нас с вами ненавидит. Факты. Я к нему на прием записался. По делу. Ну и взглянуть. Захожу. Он глаза поднял. Вижу, презирает. За все. За одежду, за лицо. А я стою перед ним с палочкой. Ничем, говорит, помочь тебе не могу. Мы, говорит, вас туда воевать не посылали. Остребеншил, говорит, можно было и подождать, если его некуда из роддома привезти. Ненавижу. Ненавижу. Если вам мало этих доказательств, тогда я сам. Один. Ненавижу. 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 Я без вас задохнусь. Сейчас. Поверьте мне, ребята, ну, 21-й вор и подлец. Он вырастил сына подлеца. Он заражает все кругом. Понятно. Феликс, готовь к 21-му приговор. А ты? Что вы хотите с ним сделать с этим 21-м? Дать ему урок правды. Поэтому наша группа и называется За социальную справедливость и моральную чистоту. Мы встречаемся с приговоренным и говорим ему правду о себе самому. Мы говорим ему то, что ему никогда никто не скажет. А дальше? В зависимости от реакции. Иногда мы подвергаем его акту принудительной доброты. Заставляем перечислять деньги. В детский фонд, в фонд зоопарков, в фонд мира. Иногда встречаемся с детьми приговоренного. Идем на предприятие, выступаем на собрании. В общем, есть много способов приведения приговора в исполнении. Чушь какая-то, ребята. Принудительная доброта. Мы восстанавливаем социальную справедливость там, где можем. Это не ваше дело. А чью? Чье это дело? Законы, милиции. А мы ничего не делаем противозаконного. Наоборот, мы помогаем закону. Если накопилось в жизни так много дерьма, то кто-то должен его разгребать. Главное, чтоб подлец знал, что есть глаза, которые все видят. Вот, выпей стакан воды и съешь кусок хлеба. Это будет означать, что ты с нами. Конечно, извините, ребята, но мне это напоминает какую-то игру. Твоё дело, не согласен? Уходи и забудь. Как же, забудешь вас? Тебя или Витю? А что, Витя? Витя в порядке. Ну да, контузия, ранение. Сейчас небольшое обострение, циклон. А вот похолодает и все пройдет. Мороз и солнце, вот что нам нужно, да, Витя? Так точно, мороз и солнце. Кирилл, тебя к телефону. Сейчас, ребят, я через минуту. Я тебя подожду. Валер, ты подожди меня здесь. Феликс, а что у нас там в 17-м? Сволость 17-й. Все подтвердилось. Выписывал из Сибири мать, получил на нее жилплощадь. И сейчас всей семьей дружно жевают старуху со свету. Днем она прячется в булочной, боится внука. Ему 15 лет, здоровенный жлоб. Включит свою музыку на полную катушку и бьет бабку кроссовкой. Так, ребят, звонил Гена. Сам прийти не смог, но сообщает, что в 13-м ничего не подтвердилось. Не подтвердилось, так что убирайте из картотели. Пойдем поговорим. Ну что, решайся, дай или нет. Пусть же легок на шкур. Нет. Так нельзя. Я тут не смогу. У тебя что, есть другие предложения? Нет у меня предложений. Ты на жизнь нам надежду оставь перевод. Дни пронесутся и ранней весной. Пусть от рождения он слез не видал. А всех погибших талой водой тихо заплачет седой перевод. Тихо заплачет седой перевод. Кирилл. Можно, да? Садитесь скорей. Какая больница? Уйдите! Какая больница? Первая городская! Да пошёл! Не расстраивайся, успокойся. Всё будет нормально. Сядь посиди. Тебе что-нибудь надо, Иия? Нет, ничего. У меня там стаканы летают. Ну вот, теперь стаканы. Вы слышите? Ничего, ничего. Бог с ними. Пусть летают. Пусть себе летают. Успокойся. А сколько сейчас времени? Ничего не могу понять. Время бежит, качет, течёт, исчезает. Как это? Иия. Идём в палату, приляг. Поздно очень спят все. Тётя Вера, ну почему вы не носите яшву? Ну я же вам сказала, что вам обязательно нужно носить в кармане яшву. Да где ж я её возьму? Ну хоть маленький кусочек. И вы проживёте сто лет. Вас ждёт долгая-долгая жизнь. А меня? Что ждёт меня? Вас? Вас ждёт обыкновенная человеческая жизнь. А вы знаете, я вам завидую. Вы до сих пор летаете во сне. И всё время чего-то ищете, да? Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok